Добрый вечер, Гомель! Произведения классиков и книги тех, кто делает только первые шаги в литературе. Масштабный фестиваль книги и прессы прошел в столице праздника белорусской письменности 2020 года в Белыничах. И мы не могли в нашей программе не затронуть эту тему. Решили поинтересоваться, как часто наши авторы пишут о малой родине, какие жанры и формы для этого выбирают, и какой путь проделывают литераторы от идеи до публикации произведений. Дорогие друзья, я рада представить вам гостей сегодняшней программы. Знакомьтесь. Дарья Кухаренко, студентка Гомельского государственного университета имени Франциска Скорыны, начинающий краевед, разработчик туристических маршрутов и автор фотопутеводителя, призер многих конкурсов и научно-практических конференций. И как итог, человек года Гомельской области в номинации «Открытие» по итогам 2019-го. Добрый вечер, Даша. Здравствуйте. И Виталий Кулик, заведующий сельским клубом агрогородка Горочичи Калинковического района, а в прошлом военный краевед, писатель, лауреат литературной премии Кирилла Туровского в номинации «Открытие года-2013». Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер. Следили за событиями праздника белорусской письменности в Белыночах. Даша, вот следила, что тебя впечатлило? Да, я знаю, что он проходил 6 сентября. Там была открыта скульптура по православию, и это все венчалось торжественным закрытием. Это было очень интересно, но жаль, что я там не побывала. А еще, как много литераторов всегда собирается на эти фесты, еще прекрасный конкурс проходит «Живая классика». Я думаю, что мы обязательно в наших программах еще пригласим гостей в наши программы, участников конкурса «Живая классика», и обязательно у нас еще будут писатели. Но сегодня у нас Даша Кухаренко и Виталий Кулик. Я уверена, что за событиями этого форума, где по традиции встречаются прошлое, современность и будущее литературы, следила и Валентина Александровна Сергеева, краевец со стажем из Реческого района, кстати, хранительница истории города Василевичи и автор книги «Василевичи. История местечка, которое так и не стало городом». Эта книга, кстати, очень свежа. Она была напечатана в 2020-м, хотя материал к ней копился несколько десятилетий, а ее автор долгие годы мечтал книгу издать. И вот это случилось. Я уверена, дорогие гости, что такой факт не единственный. Но можно ли краеведение назвать популярным направлением в тематике? Насколько интересно, насколько востребована белорусскими авторами тема малой родины в ее многообразии? Пожалуйста, Даша. Я думаю, да, потому что нашими проектами, их три, и нашими проектами заинтересовались многие туристические фирмы нашей Гомельской области. Конечно, краеведение – это новое популярное направление, которое сейчас набирает обороты. Все больше людей задействовано в этой индустрии, и я думаю, что это за этим будущее. Вот как! Очень здорово! И сами белорусские авторы, ну понятно, что это востребовано потребителям, а вот авторы охотно идут в эту сторону, в тему «Малая родина», «Краеведение». Вот ты одна из многих или одна из немногих? Ну, я бы назвала себя «одна из немногих», «одно из немногих», так как вся информация, которая разработана и подана, да, зрителям, слушателям, это вся систематизированная информация. То есть некоторые подавали, допустим, рассказывали про те же парки или усадьбы по отдельности, брав какие-нибудь экзотические растения или саму архитектуру. А вот в нашей работе все скомпоновано, разложено по полочкам, были проделаны маршруты экскурсионные. То есть у нас более систематизированная такая работа. Даша, ну я так понимаю, что в этой теме «Краеведение», по твоему мнению, можно изобретать велосипед огромное количество раз. И всякий раз этот велосипед будет востребованным, новым, красивым, качественным. Верно? Да, да, можно и так сказать. Виталий, что скажете вы? Виталий, насколько тема «Краеведение» в разных ее проявлениях востребована белорусскими литераторами? Ну, безусловно, эту тему нужно развивать. Жанр этот как-то подносить читателю. Но изюминка тут в том, чтобы как это поднести. Допустим, вот у меня в «Ведьме Полесской»… Вот это книги, Виталия. «Ведьма Полесская» и «Волчимох». Да, вот в первой книге я изначально уже планировал, чтобы показать природу Полесья. Ведь у нас такая природа. Обычаи, обряды, многие события там происходят на фоне народных праздников. Купалия, свадьба, похороны. И все это как бы… И все на своем материале, да? Да, на фоне интересного сюжета это воспринимается читателям гораздо в большем объеме о нашем Полесье. Ведь книгу читают многие читатели. Хотя, скажу честно, для меня было неожиданностью, что многим книга, скажем так, не пошла. Потому что я делал специально такие экскурсы от сюжета в сторону, чтобы описать, допустим, как на свадьбе проходил тот или иной обряд. А это уже немножко в сторону идет от сюжета. Вот. Читателю интересен сюжет, но большинству это очень как бы импонировало. И вот на зове Полесья в этом году ко мне подходила одна женщина и сказала, «Я думала о Полесье, знаю все». А оказывается, вот прочитала вашу книгу и много чего узнала нового. Вот так. Нужно отметить, что книги Виталия – это романы. Да. Это романы. Если у Даши туристические фотопутеводители, да, фотоальбомы, то у Виталии романы. И опять же, единая тема – краеведение. Даша в одну сторону развивает, Виталий в другую, иные авторы – в свои стороны. Кстати, у нас на связи, прямо сейчас, Реческий район. Мы связались с Краеведческим музеем этого района, чтобы узнать, как часто результатом долговременной или краткосрочной исследовательской поисковой работы становится брошюра, книга или публикация в интернете или прессе. Наталья Заева, директор Реческого краеведческого музея. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Наталья, как часто результатом исследовательской работы становится брошюра, книга или публикация в интернете, прессе? Вы ведете какие-то колонки в соцсетях? Вы есть Реческий, Краеведческий с интереснейшей информацией? Пожалуйста. Научно-исследовательская деятельность, безусловно, одно из главных направлений работы нашего музея. И результатами этой работы мы всегда очень охотно делимся. Конечно, ввиду не совсем благоприятной обстановки последнего времени, посетителей в музеях стало в разы меньше, и мы вынуждены активизировали свою работу в интернет-пространстве. И если говорить о том, где можно увидеть публикации музея, то сегодня основная площадка – это наши странички в социальных сетях. Так. Своим подписчикам мы предлагаем разного рода публикации. Если позволите, я коротко расскажу о нашей работе в этом направлении. Конечно, Наталья, конечно. К 75-летию победы в Великой Отечественной войне нашим музеем был проведен цикл интереснейших мероприятий. Создан проект «Письма фронта», и в рамках этого проекта актеры Народного театра Городского дворца культуры читали письма участников Великой Отечественной войны из фондов нашего музея. Этот проект получился трогательным, и до сих пор видео этого проекта есть у нас в социальных сетях. Если кого-то заинтересует, мы обязательно рекомендую к посмотру. В мае ежедневно с 1 по 31 мы проводили интернет-проект «История Великой Победы» в экспонатах Реческого музея. Ежедневно мы публиковали материалы об участниках войны, рассказывали об интересных экспонатах, проводили видеоэкскурсии по нашим экспозициям. Уже в июне мы начали и продолжаем сегодня проект «Как это было». И в рамках этого проекта научные сотрудники музея ведут три рубрики «Эхо советской эпохи», «История городских улиц» и «Незнакомцы из прошлого». И еженедельно знакомят наших подписчиков с материалами из фондов. Это очень здорово, Наталья! Наталья, Наталья, какие есть отзывы? Насколько востребованы вот эти колонки? Ну, вы знаете, что касается социальных сетей, где представлена публика помоложе, я возьму Инстаграм, ВКонтакте, там больше просмотров, но публика не активно комментирует. Что касается одноклассников, здесь уже, конечно, наша публика более активная и, безусловно, отзывы только положительные о наших проектах. Ну и о том, что это востребовано среди наших подписчиков, говорит тот факт, что с апреля месяца число наших подписчиков увеличилось практически в два раза. Это очень здорово, Наталья! И еще момент. А вот эта группа в соцсетях, в одноклассниках, она пополняется со стороны посетителей страниц какой-то информацией или фотоматериалами, например, видео? Они как-то сами могут участвовать в активной части? Ну, вы знаете, для публикаций наши страницы закрыты, но в силу ряда причин, потому что публика не всегда бывает предсказуемая и не всегда есть возможность вовремя ту или иную публикацию со стороны публики увидеть. А что касается комментариев, они у нас всегда открыты, и в комментариях люди могут добавлять свои фото и активно участвовать в каких-то интерактивах, которые мы предлагаем, опросах и так далее. Я поняла. В любом случае, это двусторонняя связь, и это очень здорово. Ну что ж, Наталья, мы благодарим вас за интереснейшую информацию. Будьте всегда с нами на связи. Реческому краеведческому музею только хороших новостей. Можно даже пожелать сенсации, правда, Даша, Виталий? Всего хорошего вам, Наталья, доброго вечера. Ну что ж, продолжаем нашу программу. С нами на связи, я напомню, была Наталья Заева, директор Реческого краеведческого музея. Ну вот, как мы понимаем, собирать материал, изучать, хранить, экспонировать и даже вести колонки в соцсетях, и не только, а призваны музеи. Но как есть много людей, вот как те самые комментирующие или просматривающие материалы, которые интересуются историей родного края. Эти люди разных возрастов и не связаны профессионально с краеведением. Вот Даша, например, так. Юная особа. А, Даша, при каких обстоятельствах зародился твой интерес к краеведению? Вот когда ты стала вникать настолько, чтобы быть готова еще и поделиться с кем-то теми наработками, которые у тебя появились? Когда все начиналось, пожалуйста? Это началось в конце восьмого класса, начало девятого, когда мы пошли гулять с Ниной Ивановной и со своими одноклассниками в парк. Мы прошлись до конца парка и увидели эту Ильинскую церковь. И очень сложно туда было подниматься, но мы все-таки поднялись, зашли, начали расспрашивать, что да как. И нам стало интересно, сколько еще таких зданий, таких объектов, деревянное зодчество, сколько еще таких сооружений есть у нас в Гомеле и в нашей Гомельской области. Собственно, вот так вот это все начиналось. А в дальнейшем сбор информации, объекты, которые мы находили, это тоже очень важно. Также мы создали маршрут, три маршрута было, по которым мы проехали, посмотрели все это. А что это были за маршруты? Это... Ну, хотя бы один нам рассказал. Ну, первый маршрут, это было православное деревянное зодчество, точнее, не первый маршрут называлось, это все православное деревянное зодчество Гомельской области. По маршрутам православное деревянное зодчество Полесья, православное деревянное зодчество северных районов Гомельской области и православное деревянное зодчество города Гомеля и окрестностей. Вот, мы несколько раз объездили все эти маршруты. Ну вот скажи, для себя ты выделила, какой еще объект, кроме Ленинской церкви, которая находится на улице Комиссарова? Кстати, наверное, не каждый гомельчанин знает об этом, да? Да. Пожалуйста. Ну вот если брать Гомель, у нас есть еще великолепная церковь Михаила Архангела. Это храм-памятник жертвам Чернобыля. Этот храм был перенесен из Вылева в наш Гомель. Где он находится сейчас? Он находится в парке Фестивальном. Да. Там его обустроили. То есть это не новострой? Нет. Это не новострой, так? Он был перенесен из деревни? В 2002 году из деревни Вылева Добрышевского района. Вот, пожалуйста, какие выясняются подробности. Ну а есть объект, ну скажем так, самый значимый для тебя? Объект деревянного зодчества. Так сразу и выделить не можешь, да? Сложно. Да, потому что все объекты для меня очень интересные, все уникальны, разные. И мы побывали во многих храмах, вот всего в нашей Гомельской области. Ты говоришь все время «мы». Мы – это кто? Ты и твой научный руководитель или ребята с вами были? Вот эти все проекты и работы готовила не только я со своим научным руководителем. Была задействована большая команда, начиная от моих одноклассников и заканчивая университетом, который помогал нам. Одноклассники, они всегда меня поддерживали, участвовали со мной во всем, ездили по вот этим экскурсиям. То есть, получается, что собирали материал все вместе? Да. А ты руководила? Да. Получается. Ну нет, ну… И систематизировала, наверняка, да? Вдохновителем была, верно? Да, скорее, больше всего, да, представляла вот этот общий труд. Также нам помогала учительница информатики, она помогала нам делать сайты, презентации, да, для показа вот этой работы на всяких разных конкурсах. Также директор школы 66-й, да, Катила Анатолий Антонович вместе с Завучем, Букатова Елена Николаевна. Вот без них мы бы не объездили все эти маршруты. Они нам оказывали материальную помощь, поддержку. То есть, это была огромная команда заинтересованных в результате людей, верно? Благое дело, и так много единомышленников, это здорово. Причем разных возрастов, правда, которых объединила 66-я школа. Но сейчас-то ты уже и не ученица школы, да, сейчас-то ты уже студентка первого курса, кстати, какого факультета? Факультета иностранных языков. То есть, ты английский язык изучаешь? А еще белорусский, русский продолжаешь, да, и какой-то еще иностранный, возможно, китайский? Нет, немецкий или французский, и потом в дальнейшем испанский или итальянский выбирать. Так, Даша, есть прекрасная возможность перевести вот эти прекрасные путеводители и фотоальбом на все языки, вот, пожалуйста. Которые буду знать, да. Мы чуть позже еще вернемся к тому, как вообще развивается эта тема. Виталий, вот вы в прошлом военный, так, впоследствии вы круто изменили жизнь и ушли в культуру. Более того, вы вдруг обнаружили желание творить в литературе. Или это случилось гораздо раньше, еще в детстве? Я думаю, что я начал писать не случайно. Еще, сколько себя помню, со школьных лет я начал активно так читать. Сначала читать. А, Бажова. Первые мои книги. Сказки Бажова. Нет, вру. Виталий Бианки. Мне вот нравится охота, природа. Животные. Приключения мурагишки, как сейчас помню. Вот начал первые книги мои были, это Виталий Бианки, потом, да, Бажов. И вот все школьные годы я как-то активно читал. Хотя это, ну, не скажу, что влияло на учебу, потому что... Так это в лучшую сторону влияло. Закончил я с четырьмя четверками, а остальные все пятерки были, школу закончил. Вот. Но в восьмом классе, где-то с восьмого, я уже Драйзера, Эдгара По читал, Джека Лондона. Вот. И всю свою жизнь, помню, читал. А вот эта искорка желания не просто читать, но и написать, когда появилась... Да, вот. А на тематику уже вот моего творчества, скажу так, повлияло еще более раннее детство, то есть, вернее, рассказы бабушки Акулины. Вот как сейчас, помню, она собирала нас, маленьких детей, и рассказывала... То есть это не книга, рассказы бабушки Акулины? Нет, нет. Это реальные рассказы бабушки Акулины, вашей бабушке. Ну, как реальные? Это был фольклор. Я считаю, что это, ну, не считаю, это на самом деле самый настоящий фольклор, потому что она рассказывала нам, как жили при панах, ведьмы, колдовство, заломы в жите, вот, парубки там. И для меня это настолько было интересно, все эти слова такие завораживающие были. Ну, это бабушка Акулина, ваша бабушка в Горочичах жила? В Рудинке. Ну, это рядышком деревня, да, да, рядышком деревня, вот. И вот, видимо, с тех пор вот это зернышко упало в благодатную попу. Почему точно? В юности я уже пробовал писать, но исписал где-то общую тетрадку и понял, что еще не созрел для этого. Как-то забросил. Стол, пока стол. Да, забросил, а идея осталась. И вот уже в зрелые годы вот эту идею воплотил. Но, скажу так, сел и просто начал писать то, что в душе было, что на душе хотелось, что писать. То есть вот сел и начал писать. Из-под пера Виталия выходят вот два прекрасных романа. «Ведьма Полесская» сначала и «Волчий мох». Дорогие друзья, одним из самых приметных прозаических произведений литераторов Гомельщины, сейчас цитата, в 2014-м назвал ваш Виталий роман «Ведьма Полесская» Юрий Максименко, член Союза писателей Беларуси и на тот момент ученый-секретарь учреждения Гомельско-областная универсальная библиотека имени Владимира Ильича Ленина. Действие романа происходит на территории Калинковического и Петриковского районов. Но ведь не правда ли, Виталий, не только локация указывает на тесную связь сюжета с местным материалом. Вот здесь, в «Ведьме Полесской», вот те рассказы бабушки Акулины как-то спроецировались? Ну, это как-то во мне отложилось, и мне хотелось, ну, как-то рассказать о своем крае. У нас же уникальный, сакральный край вот это Полесье. Вот, и я описывал одежду, как жили люди, там, андораки, горсеты из одежды. Ведь сейчас молодежь даже не знает, не все знают, куделя, кросны, что такое. Не говоря уже про слово «андорак». Вот через интересный сюжет я, как бы, им даю информацию вот о нашей истории, о нашем самобытном крае. Вот. А если так, чисто как справочники, ну, согласитесь, не каждый возьмет и будет читать. Ну, конечно, вряд ли. Вот так вот каждый держит, как настольную книгу, энциклопедию Беларуси. Так вот, и описание природы. Я, ну, много читал вот литературы, ну, часто встречается клише. То есть, ну, слова, словосочетания, которые часто встречаются. Я старался избегать этого. И вот многим очень понравилось, как разное описание природы, там, и луны. То есть, вот видите, отмечают читатели, да, именно описание природы. Хотя, если мы вспомним «Войну и мир», да, как мы в школьные годы избегали вот эти страницы, да, описание, страницу, описание, мы просто перелистывали, да. Пропускают люди. А так вот, если интересно писать, ну, земля дышит ветром, ворчит грозами, там, но никогда не отдыхают, переживая за своих детей, там, людей. Продолжим нашу беседу. У нас на связи Гомельская областная библиотека. Мы связались с Мариной Сергеевной Рафеевой, директором библиотеки. Постараемся узнать, какими наработками пополняют библиотечный фонд краеведческие отделы. Такие есть наверняка в каждой библиотеке. Марина Сергеевна, добрый вечер. Да, добрый вечер, Елена. Добрый вечер, телезрители. Мы очень рады слышать вас. Скажите, пожалуйста, вот краеведческий отдел наверняка на полную работает в вашей библиотеке. А какую работу сегодня проводят краеведческие отделы? Елена, знаете, краеведческие отделы, это, пожалуй, наверное, самые интересные, самые востребованные отделы в работе библиотеки. Потому что, становясь краеведом, ты фактически становишься исследователем. А становясь исследователем, увлекаясь сам, увлекаясь в это интересное дело и людей вокруг. Это очень здорово. Поэтому из чего же складывается краеведческая работа? Она прежде всего складывается из сбора краеведческой информации. И прежде всего для библиотеки это формирование фонда краеведческих документов. И в отличие от других документов, это документы постоянного хранения. Вот, например, наша Гомельская областная библиотека имеет в своих архивах, в своих фондах всю теоретическую печать Гомельского региона, начиная с послевоенного периода. Сейчас мы максимально собираем всю информацию, которая касается наших авторов, наших ученых, наших творческих людей, истории нашей малой родины. И все издания, которые выходят на территории нашей республики, касаются Гомельщины, и все издания, которые выходят на территории, все максимально собираются в нашем фонде. Марин, ну для меня правда было открытием. Я не знала, что в библиотеках все печатные издания послевоенного периода. Честно говоря, не знала. Неужели с 1946 года? Вот это вы меня удивили, паразили. Знаете, с 1944 года, как только в марте месяце начала функционировать наша Гомельская областная библиотека, вот с этого момента у нас все абсолютные издания. Правда, районная пресса начинает с 1967 года. Но все равно, это же... Как же вы храните весь этот материал? Это же какие огромные объемы должны быть? Наверняка. Да, поразили, удивили, порадовали. Правда. Марина Сергеевна, ну а мероприятие? Понятно, накапливаем материал. Но ведь этим материалом еще нужно и делиться. Конечно. Работа по популяризации того огромного кривического массива это, пожалуй, самая интересная, самая креативная работа. Для фантазии и творчества наших сотрудников. Это и создание экспозиции. В частности, посвященных нашим языкам, народным писателям, Шамякину, Мележу, Науменко, Макайонку. Это проведение презентации книг наших местных авторов. Это создание баз данных. В этом году отмечается столетие со дня рождения нашего драматурга Андрея Игоревича Макайонка. И у нас к этой замечательной дате к ноябрю будет на сайте библиотеки размещена полнотекстовая база данных удивительного архива, который мы получили благодаря вдове Андрея Игоревича Макайонка, Любови Ивановны Макайонок. Это больше тысячи экспонатов. Это и рукописи, это и фотографии, это и вся переписка, это и наградные документы Андрея Игоревича. Это все будет размещено в открытом доступе на сайте нашей библиотеки. Марина Сергеевна, конечно же, различные встречи с замечательными людьми, живущими рядом с нами, и с писателями, и с художниками, и с артистами, и с коллекционерами. То есть огромная-огромная работа, которая своей эмоциональной вовлеченностью приносит необычайную радость причастности к такому вот большому, великому и важному к истории нашей малой Родины. Марина Сергеевна, но интересует меня еще вот что. А насколько эта информация востребована читателям, посетителям библиотеки? Она востребована постоянно. Она востребована и реальным читателям, приходящим к нам, стены нашей библиотеки, она востребована и дистанционно. Мы постоянно получаем запросы на удовлетворение краеведческих потребностей со всех концов нашей планеты, можно сказать. Потому что эта история, она волнует всех, тех, кто эмигрировал когда-то в свое время, у кого предки жили на территории нашей Гомещины. Вот особенно в год 75-летия Победы мы получали очень много запросов, касающихся фронтовиков, воевавших на территории нашей области. И был такой удивительный факт, как раз в апреле, когда нам уже достаточно пожилой человек из Кемерово обратился через Кемеровскую областную библиотеку. Он узнал о том, что такая услуга возможна через межбиблиотечный абонемент. Мы нашли статью его отца, ветерана Великой Отечественной войны, который в партизанском отряде за Советскую Беларусь воевал на территории нашей области. И вот эта статья была опубликована как раз в 75-м году в газете «Советская Беларусь». То есть мы удовлетворяем совершенно разные запросы наших читателей, реальных и виртуальных. Вы настолько близки к читателю и реальному, и виртуальному, что даже вот по просьбе, по запросу спасибо огромное. Марина Сергеевна, еще несколько слов в качестве анонса. 15 сентября, если я не ошибаюсь, Всемирный день библиотек, верно? 15 сентября – республиканский праздник, день библиотек. И в этом году мы отошли от нашей традиции, мы расширили формат. У нас в этом году будет не просто «Библионочь», а будет «Библионочь» и «Библиодень». И вот как раз «Библиоднем» 15 сентября на площадке возле библиотеки, на площадке у фонтана на площади Победы, на самой улице, на проспекте Победы будут демонстрироваться наши выставочные проекты, которые наглядно демонстрируют работу библиотеки с краеведческим фондом. Вот, например, на основе архива гомельских архитекторов Ивана Федоровича и Валентины Савичны Бурлака мы сделали такую экспозицию «Восставший из руин». Вот показали эскизные работы наших гомельских послевоенных архитекторов. И гуляющие по проспекту Победы смогут увидеть тот город, который воплощали молодые, талантливые архитекторы, которые приехали в наш гомель из Харьковского института архитектуры по так называемой коммунистической путевке на восстановление Гомеля, на восстановление Советской Беларуси и ряд других проектов. А Библия ночью, как раз с 18 до 21 часа она будет у нас в библиотеке, мы предлагаем совершенно разные интерактивные литературные площадки для наших посетителей и предлагаем презентации двух наших интеллектуалов эпохи. Так мы их назвали. Это два профессора. Профессор технических наук, вернее, доктор технических наук, профессор Юрий Михайлович Плескочевский выпустил в этом году книгу «Гомельщина научная» от Кирилла Туровского до наших дней. А доктор филологии, профессор Иван Федорович Штейнер в своей монографии «Между драконом и яростью его» рассказывает биографию Семёна Полоцкого. Презентация вот этих двух книг как раз состоится у нас в «Гомельщинах». Спасибо, Марина Сергеевна, за приглашение. Я думаю, и Даша, и Виталий, и я, и многие-многие-многие телезрители придут обязательно и будут посетителями «Библио дня» и «Библио ночи». Спасибо огромное. Хорошего вечера. С нами на связи была Марина Рафеева, директор «Гомельско-областной универсальной библиотеки» имени Владимира Ильича Ленина. Вот специалист, который работает с информацией, будь то журналист или литератор, или даже вот музейный сотрудник, сотрудник библиотеки, он, естественно, стремится найти какой-то эксклюзивный материал. Может быть, даже предполагает сенсацию, сенсацию обязательно иметь. Скажите, пожалуйста, вот вы, когда писали свои романы, Виталий, или Даша, когда вместе со своими друзьями и научными сотрудниками собирали материал, вы гнались за сенсацией, ставили себе целью непременно иметь в той книге, которую вы задумали, эксклюзивный материал? Виталий. Ну, я бы не назвал это сенсацией. Ну, эксклюзивно. Я, да, я, когда начинал писать, я прекрасно себе отдавал отчет, что я не член союза писателей, я не занимаю высокой должности, за меня некому замолвить слово. Поэтому я изначально ставил перед собой задачу написать качественное произведение, чтобы оно само себе пробивало дорогу к читателю. Ну, не сенсация, нет. И долго писал. Но, видимо, Виталий, какой-то выход правильный нашли, коль книга настолько популярна. Скромничаете, вижу, скромничаете. Поставила в тупик своим вопросам. Я писал не то, чтобы хода, а я писал то, что лично мне хотелось бы почитать. Ведь на вкус и цвет, как говорят, товарищей нет. И любителей такого жанра, поклонников такого жанра, тоже не все 100% люди. Но я знал, я видел, что людям это интересно. Ведь мы в семейных кругах, где-то еще собирались. Все любят страшную историю послушать. Да, конечно. С детского возраста начиная. Всем это интересно. Хоть и страшно, хоть и боятся, а все равно слушают. Да, а если мистику еще помешать, да фантазию прикрепить, то ой-ой-ой, гремучая смесь. И страшно любят, и любят юмор. Ну, я как бы тоже не чуждо мне чувство юмора, поэтому вот у меня в книге есть комический персонаж Дед Ливон. Так. Вот, там у него... Практически Дед Щукарь. Да. Как у Шумахова, да. Вот прототип такой Деда Щукаря. Вот. Там у него много таких казусов. Ну, он добродушный, безобидный, но влипал в постоянные истории. Виталий, а Дед Ливон, он списан с какого-то героя реального? Нет. Или собирательный образ? Собирательный, да. Вот. И у произведений, вот насчет, по поводу этой сенсации, в произведении я совместил разные жанры. Здесь есть хоррор, здесь есть юмор, здесь есть драма. Вот. Ну, и как-то оно одно-одно дополняло, и получилось вот такое произведение. Ну, а как можно определить жанр все-таки вот четко? Это фантастика? Это фольклор? Что это? Это... Вот по этой книге и читатели, и по «Ведьме Полесской» Да. Многие четко жанр не могут определить. Потому что здесь, я говорю, совмещено очень много жанров вместе. Но я еще хочу сказать, что, ну, писал сценарий по этой книге, по первой, и изучал... Вы писали сценарий? Изучал драматическое искусство, вот, драматическое мастерство. И сейчас пользуется большим спросом, вот, и кинофильмы, и литература, чтобы была, ну, не одна тема, не один жанр у книги. А совмещено разное. Это более... найдет более широкого читателя. Ну, это будет уже триллер, да, конечно. Ну, вот, можно сказать, это больше подходит к триллеру, но... Виталий, ну, смотрите, язык, это слова Юрия Максименко, я зачитываю. Язык романа кинематографичен. Читаешь и представляешь каждого героя. Вот так, как вы сказали, действительно. Завершите сценарий, отдайте в работу еще и фильм увидим. Нет, я не хотел это раньше времени как-то на публику выносить. Да, ну, раз уже затронули, скажу, что написал сценарий, отослал на «Беларусьфильм», связался, там был главный редактор Сидоренко Антон Васильевич. Он мне сразу сказал, ну, я представился, кто что, он сразу сказал, что Карачевский мне уже говорил об этой книге. Видимо, ему сказали. Карачевский, директор «Беларусьфильма». То есть прорабатывается эта тема. Он спросил, есть ли книга в интернете. Да, есть. Он говорит, ну, я ознакомлюсь, потом с вами свяжусь. Но это будет не месяц. Но это же дело не быстрое. Да, не быстрое. Через 10 дней позвонил, сказал, что я прочитал, его мать прочитала. Ей около 80 лет было. Нам очень понравилось. Вы интересно пишите. Выслите наработку сценария, что вы там написали. Короче, я выслал сценарий. И опять же, он быстро мне ответил и сказал, что это единственный, мощный и интересный сценарий за годы, которые он работает на «Беларусьфильме». Но он там около трех лет проработал. Виталий, я поняла, мы держим кулачки, чтобы это все состоялось. Нет, нет, мы начали как бы уже разрабатывать эту тему, но сейчас там… Пока приостановили. Да, пока все это приостановлено. В общем, держим кулачки, держим кулачки однозначно. Даша, я хотела бы у тебя поинтересоваться, а ты за эксклюзивным материалом гналась и нашла ли его? Я думаю, да. Ну, больше да, чем нет, потому что сейчас даже брать эту же Гомельскую область, много турфирм со своими предложениями, с теми же усадьбами, парками, храмами. Но нужно что-то такое, что цепляет людей, что интересно, и поэтому эксклюзив, мне кажется, вот в туристических маршрутах играет важную роль. Да, я понимаю, что это очень важно. Вот знаете, еще какой момент хотела поднять? Поэт, прозаик, краевед, исследователь рано или поздно приходит к тому, что вот все эти мысли нужно изложить на бумаге, да. Можно самым простым способом пойти, отпечатать это все, потом на принтере размножить и дарить эту книгу, скажем так, самодельную, да, своим друзьям, знакомым для изучения потребительского спроса. Но мы-то понимаем, что особенную ценность имеет книга, которая была напечатана издательством, верно? Скажите, вот каким был путь долгим, коротким, тернистым ли ваш, Даша? Каким был путь от идеи до воплощения вот в виде этого альбома? Покажите, пожалуйста. Это старинные усадебно-парковые комплексы Гомельской области. Это даже такая книга, в которой собраны, да, усадьбы и приусадебные парки. Вот это вся наработка твоя, да, твоих друзей и научных руководителей. Сколько времени прошло с момента появления первой идеи, да, и до публикации? Если брать эту книгу, ну, конкретный, да, альбом, то это работа двух лет, начиная с 10 по 11 класс. Это сбор материала про усадьбы, про парки. И еще важно понимать заинтересованность людей. Мы проводили анкетирование, то есть спрашивали у людей, знаете ли вы данные усадьбы из приложенного списка? Что вас больше интересует? Где бы уже были, где бы вы хотели посетить, чего вы не знаете? И, как оказалось, процентов 30 вообще не знали о существовании усадеб, которые мы предложили. И мы, ну, там же, конечно, был такой вопрос, интересно ли вам узнать что-то новое про вот эти усадьбы, да, которые, о которых они не слышали? И все ответили да. И мы понимаем то, что это толчок для достижения чего-то большего, чем просто опрос и вот сделать работу для конкурса. Нужно, чтобы Гомельская область для начала, да, узнала о всех этих объектах, чтобы вот... Были разработаны маршруты и в итоге был издан вот такой альбом. А вот протестируй, пожалуйста, Виталия, он из Калинковического района. Конечно, есть. Я уже просматривал, там есть деревня Липова, усадьба Горватов. Одна из четырех, вот, находится, да, все правильно, в деревне Липова. Да, кстати, где-то упоминаю тоже у книги. В книге? Да. Слушайте, Дарья, Виталий, да вам сотрудничать нужно. Общие какие-то точки соприкосновения найдите, будете материалом делиться. Попробуем. Конечно. В ближайшем будущем. Конечно. А есть наработки в дальнейшем? Вот ты будешь эту тему развивать, Дашенька? Я думаю, да, но, конечно же, на это нужно время, поддержка. И думаю, в дальнейшем у меня все получится, но пока что какой-то конкретной темы, да. Вот я только закончила тему про парки, да, Гомельской области. И пока что конкретно чего-то нового, интересного я еще не придумала. Ну, только-только работа закончилась, поэтому, мне кажется, что-то будет. Но нужен период накопления материала, верно? Даш, каким тиражом были изданы вот эти альбомы? Это небольшой тираж, да? Да, это небольшой тираж, всего три книги. Эти три книги были изданы не для общего пользования, а для себя, чтобы посмотреть, ну, то есть показать там друзьям, родителям, каким-то знакомым, понравится или нет. И в дальнейшем это имеет право на существование, мне кажется, в дальнейшем все получится. И на печатание в более серьезном, да, в более серьезном количестве. Кто помог издать книгу? Это книга на трех языках, на русском, белорусском и английском. Это помогали переводить наши учителя со школы. Продвигаясь эту книгу, помогал, вот я уже говорила, университет имени Франциска Скорыны, а именно Флерко Татьяна Григорьевна. Вот вся информация, которая там находится, это мы собирали вместе с Ниной Ивановной, и финансированием занималась наша школа. 60? 66-я. 66-я. Спасибо за ответ. И Виталий. Виталий, я знаю, что тираж ваших книг достаточно большой. Здесь-то написано, если я не ошибаюсь, тысяча, но на самом-то деле этих экземпляров 1200. Да, это был первый тираж. Здесь 400. Это уже дополнительный, я еще допечатывал еще 400. То есть общей сложностью 1600. Каких спонсоров искали вы? И кто помогал вам, скажем, делающим первые, но уверенные шаги в литературе – издавать книгу? И долог ли был ваш путь от идеи создания книги до воплощения? Да я бы сказал, это не путь, а целая эпопея. Это целый триллер, да? Да. Я обзванивал, вот когда уже книга была закончена, все издательства по всей Белоруссии, по России. Вот. Во всех цены разные. Меня даже устраивало, не то, что устраивало, а ориентировался плюс-минус 10 копеек. Уже для меня это было… Сумма. Да, потому что тираж большой. Вот. Ну, помогли друзья. Судили деньги, значит, библиотеки некоторые сразу перечисляли в издательство суммы, и я им потом отдавал книгами. Литературой, да? Ну, это такой аванс был, верно? Виталий, скажите, так это получается, сам писатель заинтересован в том, чтобы сначала изучить, каким спросом будет пользоваться его книга, верно? Да. Я изучил буквально все о деле издательства, сам делал макет, особенно на вторую книгу, на первую мне помогали. Вот обложка первой книги, сам рисовал… Но это же художник, работа художника. Сам рисовал в карандаше, а уже с фрилансерами, художниками в сети они доводили до нужного формата. То есть наброски были ваши? Да. Дизайн, наброски – все мое. Вот. Ну, вторую книгу немножко уже время поджимало, не довели там, вот, немножко… Виталий, ну, лучший враг хорошего, знаете, я всегда говорю, ну, тоже интересно. У меня девушки, красивая. Так, ну, в конечном результате, что мне художники дали, там совершенно другое лицо было. Это я сам уже перерисовал. Освоил фотошоп и уже сам делал, ну, доводило до ума. То есть Виталий уже и дизайнер. Также освоил программу верстки, сам делал верстку книг. Ну, это все для того, чтобы снизить себестоимость книги. Вот. Я нашел издательство, уже по второй книге нашел издательство. У меня был готовый макет книги, я им отдал, они отпечатали. Но единственное, что выгодно в издательстве, они присваивают номер ИСБН, авторское право закрепляться за книгой. Если первый тираж «Ведьмы Полесской» был в типографии, там они этого не делают. Но просто на первую книгу у меня был макет книги из Мозырского колора, то есть издательства. Вот. Там тоже присвоен этот номер ИСБН, там еще есть номера УДК. А это очень ценно. Да, я понимаю, какую вы работу проделали, изучая весь этот материал. Но, видя ваше счастливое лицо, я понимаю, что это было непросто, но это вас закалило и обогатило. Когда будет третья книга? Скажите, Виталий, и будет ли... Можно пару слов по второй или... Да, конечно, Волчим Ох. По первой. Значит, когда я определялся с тиражом, я рассылал запросы на все области Белоруссии. Вот. Эти запросы были в библиотеке? Нет, в область полком. Там мониторинг проводят, связываются с библиотеками. Ну, по культуре. Вот. И мне присылали уже заявки, сколько примерно... Прямо и тут? Какой область полком может закупить книг. Выходило около 600 книг. Это очень много, потому что у нас в Белоруссии авторы, вот так как я, сам издатом, издаются 20-30 книг. Если 100 книг, это считается очень большой тираж. Так. Поэтому на сегодняшний день я единственный автор в Белоруссии, который издается сам издатом, более чем тысячным тиражом. И книги расходятся. Виталий, хорошо. Но как вы могли проводить опрос? То есть вы заранее отправляли рукопись, чтобы люди почитали? Как они могли определить? Нет, это уже после того, как... Пробный тираж вышел. Нет, после того, как я стал лауреатом литературной премии, вот, появилась некоторая информация в интернете, появились отзывы. И вот по этим отзывам, ну и самое краткое изложение, синопсис, вот, давал. Ну и там уже специалисты определяли, подойдет им такая книга или не подойдет. Ну, на сегодняшний день скажу, что на мои книги, можно это и в интернете такую информацию найти, во многих библиотеках, особенно районных, ну, образовались очереди. Это очень здорово. Вот задать бы вопрос Марине Сергеевне Рафеевой, но она говорит, конечно, мы знаем такого автора. Я-то разговаривала с ней. У них была презентация моей книги. Конечно, мы даже фотографии сегодня показывали с этой презентации. Мы связались с издательским домом «Гомельская правда», чтобы узнать о новинках и поинтересоваться, какие чувства испытывает издатель, когда берет только что отпечатанный том в руки. С нами на связи Нина Александровна Злоденко, заместитель главного редактора газеты «Гомельская правда». Нина Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, издательский дом «Гомельская правда» книги в направлении краеведения как часто печатает? Довольно часто печатаем такие книги, потому что мы же живем на Гомельщине. Гомельщина, может быть, пафосно звучит, но что это не только наша территория, это наш дом, это наши корни, наша история, наши традиции, чувство единой семьи. Это, в конце концов, наш гомельский характер. Поэтому, конечно же, на первом месте книги по краеведению, по истории Гомельщины, о людях Гомельщины, о традициях и наследиях Гомельщины. Например, вот последняя самая новинка, самая свежая, «Гомельщина культурная». Прекрасный, красочный альбом на русском, белорусском, английском языках в двух томах. Первый том посвящен фестивалям, которые проходят на Гомельщине, притом не только в Гомеле, но и во всех районах. Вы же знаете, «Юринский хоровод», «Похование стролы». И «Чирочка». И много других, да. И второй том – это «По обрядам». Поэтому я думаю, что такую новинку, конечно же, оценят наши читатели. Этот двухтомник уже увидели гости недавно в фестивале «Зеополесье», который вот совсем недавно завершился в Лясковичах. Вот. Но хотелось бы назвать еще несколько новинок, которыми мы действительно гордимся. Например, издание экстра-класса, я бы сказала, люксового класса, посвященное 100-летию Гомельско-Дворцово-Паркового ансамбля. В общем, в истории 100-летней, вековой истории нашего ансамбля Дворцово-Паркового такого издания еще не было. Это очень масштабный проект, очень красочный, великолепно изданный. И я думаю, что его уже оценили люди, которые увидели. Вот. Еще, конечно же, вот хотела бы остановиться на такой книге, как «Гомельщина. Наша малая родина». Так. Вот оно как своеобразное такое кружево, сплетенное из тончайших узелков, и каждый узелок – это уголок малой родины, то есть район отдельной Гомельщины. Таким образом, получилась панорамная картина. Из мозаики сложилось, каждый район представлен. И в целом «Гомельщина» обрисована, она, ну, прекрасно тоже издана. Эта книга рекомендую, кто еще не видел. Ну, должна сказать, что каждая книга сделана творческим коллективом «Гомельской правды» и делается с большой любовью и вдохновением. И даже если это не по краеведению, все равно так или иначе она касается «Гомельщины». Например, афганский альбом о людях, которые воевали, прошли афганскую войну. Это люди, которые живут на «Гомельщине», и, конечно же, их нужно было воспоминания записать и сдать отдельно, потому что это люди заслужили к себе особого внимания. Или, например, книга о Чернобыле, да. Да, к 30-летию Чернобыля мы выпустили «Гомельщина. Жизнь после Чернобыля». Считаю, тоже прекрасное издание, богато иллюстрировано. И, в общем, это как память наша, дань памяти людям, которые первые дни спасали нашу землю родную и продолжают трудиться на израненной земле. Делают все для того, чтобы она развивалась и была красивее и еще лучше. Нина Александровна, еще один вопрос, один момент. Вот вы лично какие чувства испытываете, когда берете только что изданный томик, например, «Гомельщина-культурной» или любой другой по краеведению? Ну, какие могут быть чувства? Самые светлые и теплые чувства, потому что это чувство сопричастности к большому и нужному и хорошему делу. Это малая родина, как я уже говорила. И это наше чувство, оно должно быть в каждом из нас. Я надеюсь, что мы посредством издания этих книг это чувство передаем своим читателям. И которые, наверное, прочитав или пролистав наши альбомы, наши книги, будут тоже, как и мы, стремиться сделать свой малый уголок еще лучше и красивее, и замечательнее. Я благодарю вас, Нина Александровна, за интереснейший рассказ. Хорошего вечера. Ну, а издательскому дому «Гомельская правда» много-много новых, интересных, востребованных книг. Спасибо огромное за вашу работу. Спасибо, Елена, за интересную беседу. Спасибо большое. До свидания. Благодарю. Всего доброго. Вот, издательства работают и наверняка готовы взять в печать произведения интересные. Скажите, Виталий, ну какие варианты есть? Кто помогает издаваться, ну вот таким самородком, как вы? Только друзья, какие еще есть варианты? Ну, если за счет издательства, я узнавал в мастерской литературе, там нужно отстоять очередь, издадут... То есть это время? Да, это время. Меня это как-то не устраивало. Вот, мне хотелось побыстрее подержать свою книгу в руках, да. Ну и тем более, чтобы была возможность, ну не то, чтобы была возможность, а я знал уже наверняка, что люди ждут эту книгу. Виталий, я честно признаюсь, что книги не читала ни «Ведьма Полеская», ни «Волчимох». Но я уже очень сожалею, что я этого не сделала. Просто чуть раньше вы мне не попались на моем творческом пути, но теперь-то, теперь я надеюсь, что у меня будет возможность такая. Я тоже так надеюсь. Пользуясь случаем, я хочу вам презентовать свои книги. Благодарю. И думаю, вы станете поклонником такого жанра. Тем более о нашей малой родине. Виталий, это вообще моя тема. Я должна предвосхитить события. Я очень быстро это прочту и потребую третью, поэтому вы уж поторопитесь. Но я пишу не быстро. Как бы упор делаю на качество. Ну, хорошо. Я буду ждать, сколько этого потребует время. Спасибо огромное за такой подарок. Вот, дорогие друзья, и такие ситуации случаются. Приходите на программу «Добрый вечер, Гомель». Кому очень захочется после того, как прочту, я можете попросить. Я, естественно, поделюсь. Уважаемые мои гости, время программы подходит к завершению. И я предлагаю вам сказать несколько слов нашим телезрителям. Возможно, среди них есть те, которые уже задумывали свою книгу, но пока не решаются сделать первый шаг к написанию. Может быть, у кого-то нет смелости определиться, да, и как издать эту книгу. Пожалуйста, ваше напутственное слово. Я хочу сказать, чтобы люди любили и уважали свою малую родину. То место, где они выросли, где провели лучшие годы своей жизни. Каждая из нас вправе сделать это место чуточку лучше. И я надеюсь, что у меня это получилось. Прекрасно. Виталий, пожалуйста. Ну, для того, чтобы, наверное, смело издать какую-то книгу, во-первых, нужно написать достойную книгу. Вот. И я всем желаю, чтобы во всех были сюжеты интереснее и интереснее. И если возникнут какие-то вопросы, ну, я так скажу, собаку съел уже на этом. Поэтому меня можно найти в социальных сетях. Советом, во всяком случае, я помогу. Всем удачи, здоровья, благополучия и, конечно же, мирного неба над нашей республикой. И четко идти к своей цели, дорогие друзья. Человек, который готов помочь советам, у вас уже есть писатель. Работник культуры в прошлом военной Виталий Кулик и Дарья Кухаренко, студентка первого курса Гомельского государственного университета. Дорогие друзья, это была программа «Добрый вечер, Гомель». Я, ведущая Елена Троценко, о книгах «Малой Родины» говорили мы сегодня. Желаем вам вот такой теплой компании, доброго вечера и достижения, конечно же, достижения собственных целей. Всего вам самого наилучшего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»